Привет, я Синяя, я блогер, и я живу в уникальном месте на Таманском полуострове, в месте, где встречаются два моря, Черное и Азовское. Это благодатный винный край, это древние морские ворота в Крым. Именно здесь 220 километров песчаных и ракушечных пляжей, 180 из которых дикие. Земля здесь живая, поскольку помнит свою историю. Именно здесь основывали свои колонии греки, а сейчас археологи занимаются раскопками античных городов. А грязевые вулканы с лечебными грязями ежегодно привлекают тысячи туристов со всей России. И именно здесь собираются построить гигантские химические предприятия по производству ядовитых и взрывоопасных веществ – карбамида, аммиака и метанола. Взгляните на эти кадры, снятые 26 лет назад. Это 1995 год. На них зеленые активисты экологического движения «Хранители Радуги», которые разбили лагерь рядом со стройплощадкой на мысе «Железный рог». Ровно в том месте, где сегодня стоит порт Тамань. Они, молодые парни и девушки, четверть века тому назад уже пытались спасти Тамань от беды. Из этой вялотекущей катастрофы должен быть выход, прямой и радикальный. Зеленые пытались его найти напрямую, обратившись к жителям Тамани на митинги. У наших детей и у моих тоже не будет будущего. Не будет пляжей, не будет чистой воды, не будет чистого воздуха. Но мы одни не решим наших проблем. Без поддержки местного населения мы ничто. Мы приехали и уехали. А терминал... Местные жители, в общем-то, были с ними согласны. Но отсутствие работы у многих таманцев было не менее сильным доводом. Какие могут быть рабочие места для людей, кто всю жизнь провел, выращивая виноград и работая на полях? Как они могут работать в индустриальной зоне? Это обман. Но нас всего 20 человек. Нам нужна ваша поддержка. Вместе мы прорвемся. В 2002 году были предприняты очередные акции протеста против строительства опасных предприятий. Акция против строительства терминала по хранению Железного Абмиака у строительной базы терминала. Это рядом с поселком Волна. В ноябре 2002 года строительство было остановлено. Но летом 2003 года строительство началось вновь. Борьба продолжается. Мы приехали в Тамань 16 лет назад. Это райское место. Воздух, море. Сейчас, конечно, мы очень огорчены, очень расстроены. Это был чисто экологический, наверное, один уголок в России. Потому что и доступный для среднего населения со средним достатком. Поэтому люди ехали сюда отдыхать. Я не сдержалась, у меня даже слезы, я рыдала. Глядя на этих птиц, которые клювики раскрывают, встать, не могут подняться, не могут. И лежат вот в этих нефтепродуктах. Живая птица, рука вся, ветер нет. Никто не хочет даже мыть. Никто. Аккуратно. Живой, смотри. С таких на побережье сотни тысяч сейчас. Сколько живых доставали, сколько померли. То есть тысячи есть где-то? Конечно. Это еще минимальная цена, сколько в воде. Они в нефти плавают. Все в нефти все равно погибнут в воде. Кто в воде погиб. Как мог был танкер лопнуть, значит, он был непригоден для перевоза. Мы надеемся, а вдруг это не с нами, а вдруг это не случится. Но это случается. Порт был построен и началась борьба за жизнь. Самая настоящая борьба за выживание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому прямо сейчас мы, жители Тамани, просим вас помочь нам сохранить наш уникальный край. Распространи это видео в своих социальных сетях для безопасного проживания, для будущих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok